Большой театральный праздник под названием «Театральные приволжья-2020» близится к завершению. Настал самый волнительный момент – определение лучших театральных коллективов. В эти минуты актёры каждого из 14 регионов участников присоединяются к онлайн-трансляции, в ходе которой и будут оглашены итоги. Мордовию представляют два коллектива – финалисты регионального этапа. В номинации «Молодёжные театры» за победу поборется театральная студия Дворца культуры и искусств Мордовского университета с постановкой «Сердце Кощея». Я считаю, что благодаря таким проектам мы развиваем студенческие и детские театральные студии. И, в принципе, по всей стране появляется возможность рассказать о себе не только в рамках каких-то, например, выступлений официальных, но и ещё и таких вот небольших, камерных. Ну, конечно же, хотелось бы победы. Разумеется, все участники этого хотят. И, в принципе, на данный момент у нас есть все шансы. В номинации «Детские театры» в финале актёры Саранского лицея номер 7. Театральная студия «Живая классика». На суд зрителя и экспертного жюри «Юные таланты» вынесли спектакль «Рождественские зарисовки». В его основе неизменная классика – произведение Гоголя. Каждая студия, каждый актёр вносит что-то своё из своего человеческого опыта в свою роль. И, конечно же, это скорее интерпретация. В этом спектакле у меня главная роль. И это был достаточно интересный опыт, играть главную роль, потому что это очень ответственно. Нужно много готовиться, приложить много усилий. Но это также было очень интересно. И я рада, что я смогла это сделать. Другие участники, конечно же, тоже достойны, как и все. Все трудились, все старались. Конечно же, хотел бы лучший результат, победить. Но это как получится, как выберут, конечно же. Все достойны. Волнительно и напряжённо всего за звание лучших боролись 28 творческих коллективов. До начала основного экспертного голосования из регионов объявили имена лучших режиссёров, актёров и актрис, а также победителей специального конкурса плакатов. Афиша из Мордовии в числе лучших. Работа ученицы Саранской детской художественной школы Дарины Лапиной заняла третье место. Самыми ожидаемыми оказались, конечно, общие итоги. Лучшим детским спектаклем признана шинель образцового театра кукол юного актёра «Аленький цветочек» Самарской области. Среди молодёжных постановок самой сильной оказалась страна слепых коллектива «Абрикосовый сад» из Чувашии. В этом году Мордовия без призовых мест, однако наши коллективы расстраиваться не спешат. Участие для нас в театральном приволжье – это было большой удачей, большим успехом. В спектакле принимало участие 12 ребят. Каждый из них с ролью справился, на мой взгляд, очень даже хорошо. Награждение победителей пройдёт в апреле в Ижевске. Лучшие творческие коллективы получат гранты на новые театральные постановки. Юлия Мамаева, Владимир Надькин. Народные новости.